Овечкин, Кучер, Василевский, Малкин и травля русских хоккеистов в НХЛ. Да, это выпуск обращения ко всем нашим игрокам НХЛ от болельщика и канала Истории спорта. Хоккей – наш национальный спорт, в котором много ярких представителей, как и в других видах. И иногда приходится не только рассказывать о них, но и заступаться, давать поддержку. Поэтому в этом выпуске мы поговорим про хоккей России, но за океаном. Узнайте, как НХЛ относится ко всему происходящему с нашими хоккеистами. Как ведут себя болельщики, какие новости НХЛ 2022, что сказал Александр Овечкин и как на это отреагировал Доминик Гашик. Нужно ли игрокам НХЛ возвращаться в КХЛ, сборная России по хоккею и что ее может ждать, по мнению канала Истории спорта. Ну и конечно же, если досмотрите до конца, узнаете наши отношения ко всему этому и обращение к игрокам, в частности к Ове и другие хоккейные новости спорта. Поэтому было бы важно посмотреть выпуск и русским НХЛовцам, чтобы знали мнение у себя на родине. Может это придаст вам моральных сил. Ну а подписчикам приятного просмотра, вы лучшие и надеюсь, что вас станет больше. Ну и лайкосом порадуйте с комментариями. И чтобы не теряться, мы дублируемся в Яндекс Дзен. Ссылочка в описании. Подписывайтесь, а то мало ли. Ну а мы начинаем. Как некоторым из вас известно, а если нет, то настоятельно рекомендую посмотреть наш прошлый выпуск по подсказке в углу экрана, мы обсуждали тему с настоящим бегством игроков-легионеров из КХЛ и некоторых особо одаренных клубов. Поэтому логичнее, наверное, было бы теперь поговорить про то, что происходит по ту сторону океана в НХЛ. А если быть точнее, что стало там твориться с нашими русскими игроками. А происходить там стали вполне серьезные вещи. Конкретнее это давление на наших хоккеистов. Еще вчера эти ребята радовались заокеанских болельщиков и были их кумирами. А сегодня одни вдруг резко стали врагами всего рода человеческого. Те, кто пишет им жуткие, даже сказал бы российские вещи, о которых чуть позже. Так и хочется спросить, ребята, вы обдолбались чем-то или что? Почему игроки, которых вы совсем недавно активно поддерживали на стадионах, стали вашими врагами? Причем не по своей воле. В чем виноваты эти парни? Никто из них никогда даже слова плохого не говорил о какой-либо стране мира. Но теперь их обвиняют во всех смертных грехах. Как же так получилось, горе болело заокеанские, что пару недель назад вы писались в штанишки от счастья, когда ваш русский кумир подписывал ручку вам клюшку или свитер. А сейчас вы уже готовы всадить ему в спину эту ручку, причем с таким же обосными штанами от счастья. Пахнет гнилостью какой-то, отсутствием идеалов, предательским характером. Хотя наш великий и могучий русский язык, наверное, объясняет такое поведение. Потому что болельщик – это человек, который болеет за команду, разделяет боль с командой за поражение, испытывает боль, переживая за команду. Вот только эта боль душевная, мы болеем душой, а они поход головой. В прямом смысле слова – больны на голову. Извиняюсь за эмоции, конечно, но иначе в этом сошедшем с ума мире никак. Как говорится, остановить планету я сойду. Для начала хочется поговорить о том, что же там в НХЛ происходит. А потом уж выскажу свое мнение по этому поводу. Итак, приступим. НХЛ, наверное, единственная крупная лига или, по сути, своей организация, которая пока никак не отреагировала на русских, то есть на наш многонациональный народ, в частности, его хоккейных представителей. Но не отреагировала лига, зато зомбанутые, вышесказанные болельщики и не только стали по полной щемить наших парней. Короче, известный агент Дэн Минштейн, который представляет в НХЛ интересы Никиты Кучерова, Задорова, Андрея Василевского и многих других выступил в защиту наших игроков и заодно поведал, что происходит с его подопечными. Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Мы вернулись на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают о том, смогут ли они играть и будут ли они в безопасности. Одного из моих парней назвали нацистом и сказали ехать обратно в свою страну. Им желают смерти. А ведь они тоже люди. Они платят миллионы долларов в виде налогов, занимаются благотворительностью. А судя по тому, что Мильштейн украинец с американским паспортом, то в предвзятости его как-то упрекнуть язык не поворачивается. Но это еще не все. Агент отметил, что одного из его белорусских клиентов, играющего в юниорской канадской лиге, освистали свои же одноклубники. Алло, народ из-за океанского царства. Ладно, мы русские. Но белорусов-то за что, если вы уж разделяетесь так наши народы? В логике ноль. Ну или просто наружу выходит глубинный смысл первой половины прошлого века. Ну и на этом Мильштейн не остановился, рассказав, что жены хоккеистов получают угрозы. В частности, одна из девушек выложила в инстаграм фото новорожденного и получила гневные личные сообщения. Наши парни боятся больше не за себя, а за своих жен и детей, которые находятся одни дома, пока они сами в отъезде. Думаете, агент наших игроков врёт? Что-то мне подсказывает, что нет. Отчего мои слова вначале вовсе не резкие или грубые, а очень даже мягкие. Своё мнение пишите в комментах. А мы переходим к Сане Овечкину, о котором известно чуть больше и на которого стали открывать рот недалёкие умом вратари. Наверное, публично больше всего досталось нашему Александру Великому. По крайней мере, из имеющихся данных. Саню и его партнёров обвиняют во всевозможных грехах и угрожают лишить жизни, травят в соцсетях. А боссы Вашингтона даже были вынуждены взять Овечкина под усиленную охрану. Добавлю, что помимо всего этого у трёхкратного чемпиона мира начинает возникать проблема со спонсорами. Страховая компания прекратила сотрудничество с Александром, заодно удалив из трансляции популярный ролик с его участием. Сам Овечкин даже вынужден был выступить с публичным заявлением, где призывал к миру на всей планете. Однако любителей спорта в Северной Америке это не успокоило. Потоки угроз не уменьшились. Да что тут не успокоило? У одного индивида даже прорвало пука на отссаниных слов. Знакомьтесь, кто не знает, наверное, лучший вратарь Чехии всех времён – Доминик Гашек. Он не только призвал выгнать всех россиян из НХЛ, но и обозвал третьего снайпера лиги за всю историю трусливым дерьмом и вжецом. И в основном за то, что Александр считает президента России своим президентом и хочет мира на всей планете, а не только на небольшой её части. Хочется, чтобы Овечкин услышал меня, как мнение некоторой части, если не больше по эту сторону океана. Саня, забей на старцу. У многих с возрастом помутнение в голове происходит. Наверное, у Гашек президент фараон египетский, а не президент Чехии. Ну, или возомнил себя богом. А ещё, походу, уважаемый Доминик хочет мира лишь в маленькой его части. А остальное пусть полыхает, получается, по его мнению. Но где логика? Да, он был хорошим вратарём. Его даже называли стеной. Но сейчас, походу, в стенке образовалась дырка. И, судя по запаху, стена оказалась от сельского туалета. А в ответ Саня забивает там и стал уже лучшим европейцем за всю историю. Вот тебе лучший ответ, Гашек, по всем традициям тарасовского хоккея. Ну и хотелось бы окончательно высказать своё мнение обо всём происходящем там и обратиться к нашим игрокам. Начну, пожалуй, с самой Лиги НХЛ. Пока у нас тут в КХЛ наблюдается повальное бегство легионеров, наши парни стойко штампуют голы и раздают передачи. Что о многом говорит. Я не слышал угроз расправы и семьям легионеров КХЛ, подобные нашим парням. Что тоже о многом говорит и должно открывать как-то глаза людям, хотя бы нашим людям. Как будет выглядеть НХЛ без российских игроков? Без сомнений, Заокеанская Лига сильно потеряет зрелищности и привлекательности для тех, кто ценит ледовую игру, а не политику. Ну а потенциальное возвращение наших звёзд в отечественный хоккей могло бы выглядеть очень интересным. И вообще, парни, что-то в глубине души мне подсказывает, что когда вы были ещё юными, у вас были свои кумиры, думаю, для вас были не пустые звуки, например, Гуре или Фёдоров, а для них, как возможно и для вас, не пустыми были Харламов, Петров, Михайлов, Третьяк, Мальцев и другие, всех не перечислить. Может быть, для некоторых из вас они являются легендами, свет которых невозможно затмить никому и никогда. Да, душевно неприкасаемо, так сказать. Но подумайте, наши ветераны не выигрывали кубков в Стэнли, что некоторые из вас уже сделали, но они явили настоящую красоту хоккея всему миру, были родоначальниками своего стиля, с помощью тренеров, конечно. Не хотите ли вы стать в их ряд и быть такой же голыбой и горой? Думаю, сейчас у вас появился такой шанс не просто выиграть что-то, а стать легендами. Ваше возвращение даст огромный толчок для детишек в нашей стране. Не хотите быть родоначальниками новой эпохи русского хоккея, как некогда Бобров, Сологубов, Трегубов и другие? Парни, почему именно нас заставляют бояться и сомневаться на подсознательном психологическом уровне? Пусть они боятся, бегают за вами и кусают локти от того, что потеряли, как некогда бегали за нашими метрами в хоккее. Обращусь к Овечкину. Саня, ты лучший уже среди всех, кто был приезжих там. А тебе всерьез говорят, что рекорд грецкий падет перед тобой. Уверен, в голове у тебя кружится этот рекорд. Отчего появляются и мысли лишние. Уверен, ты их гонишь подальше. Молодец. Но есть одно но. Эту мысль уже вселили тебе в голову. А вот подумай, судя по тому, что происходит сейчас, дадут ли тебе это сделать? Не появится ли игрок через пару лет? Кому скажут, сломать Ове и получишь все, что захочешь? Лично я этого не исключаю. Да думаю, и ты тоже. Так нужно же съедающую мысль переселить им в голову. По сути, можешь побить рекорд грецкий. Несомненно. Так возвращайся и пусть они живут с мыслью, что их лучший игрок всех времен мог быть побит русским парнем. Пусть они гадают, сколько бы ты забил еще, судя по тому, сколько забиваешь здесь, в КХЛ. Пусть они живут с чувством неполноценности, что да, ты не побил рекорд, но и грецкий по-настоящему его не удержал. Да, лига заступается пока за вас. Но если бы вы были важны, а не то, что вы приносите, то отпускали бы вас на Олимпиаду. Ну и парни, все наши в НХЛ. Многие болельщики вас ждут. Вы уже молодцы, настоящие мужики. Не трухнули, в отличие от некоторых. Вы дайте убойную концовку сезона, возвращайтесь в отпуск к родным сюда и оставайтесь тут создавать новую эпоху великого русского хоккея. Всем спасибо за просмотр выпуска. Вы лучшие. Все ссылки в описании. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!